На прошлой неделе на своем канале я уже выпустила один вариант новогоднего макияжа. Это, конечно, очень креативная такая сторона. Если это не совсем то, что вы искали, я решила сделать еще один вариант макияжа, который будет очень спокойным, но в то же время праздничным, каким-то сияющим. В стиле современный гламур. И вот то, что вы сейчас видите у меня на лице, это как раз-таки финальный результат. Все очень нюдовое, но в то же время выразительное, сверкает, блестит. В общем-то, если вам интересно посмотреть, как сделать этот макияж, обязательно продолжайте смотреть. Первое, что я буду делать, это наносить базу под тени. Я буду здесь использовать Maybelline Color Tattoo в оттенке Creme de Rose. И после этого я все это закреплю матовыми тенями оттенка своей кожи. Теперь приступаем к построению формы. Я сегодня буду делать достаточно простую форму, округлую, достаточно классическую. несложно будет это сделать. Первый оттенок, который я буду брать, это достаточно теплый, светло-коричневый оттенок из палетки Анастасия Беверли-Хиллз, который называется Изабель. Этот оттенок изначально наношу во внешний уголок глаза. Вот максимум цвета оставляю здесь. А после того, как я вижу, что кисть практически уже ничего не передает, я начинаю подниматься выше. Как я и сказала, сегодня будет достаточно классическая, округлая форма. Насколько мне известно, в этот Новый год лучше не делать никаких кошачьих форм, чтобы не было никаких кошачьих элементов тоже в одежде. Так как это все-таки год петуха, кошек он не очень уважает. Поэтому мы будем делать более классическую, такую округлую форму, которая просто будет вот так вот огибать глаз, а не вытягивать его к вискам. Как видите, этот оттенок я подняла достаточно высоко. Вот буквально вот здесь вот под бровью он у меня заканчивается. И я вам советую делать абсолютно то же самое, особенно если вы потом будете еще клеить накладные ресницы. Теперь я возьму оттенок потемнее коричневого. И опять использую ту же палетку, только оттенок виолета. Этот оттенок у меня идет опять-таки во внешний уголок глаза. И принцип тот же. Изначально вот на подвижное веко я ставлю цветовое пятно. И после этого поднимаюсь уже вверх. И начинаю растушевывать чуть ниже изначальной формы, которую я создала. И здесь я продолжаю делать то же самое, пока меня и полностью не устроит та интенсивность, которая у меня получается. Я не хочу прям слишком темные глаза, но в то же время мне хочется выделить уголки глаз, чтобы визуально глаза у меня сразу после этого казались больше. И опять-таки главный здесь совет, не бойтесь поднимать тушевку выше. Не нужно ограничиваться вот сугубо вот здесь вот чуть-чуть нарисовала все. Поднимите реально выше вашу тушевку. Глаза преобразятся моментально. Во внутреннем уголке глаза мне хочется добавить какой-то светлый, сияющий оттенок, но пока что без блесток, а именно вот такой вот сатиновый, красивый, светлый оттенок. Идеально сюда подходит оттенок Marina, все из той же палетки Anastasia Beverly Hills, но буду наносить я его влажным способом. Изначально я беру синтетическую кисть и совсем слегка сбрызгиваю ее спреем. После этого набираю на кисть тени и буду их наносить на веко. При этом убедитесь, что кисть у вас именно не мокрая, а еле-еле на нее спрей попал. И вот видите, это очень классно хватает оттенок. Что я здесь делаю? На открытом глазу я вот совсем слегка захожу вот сюда, вот уже на неподвижное веко. И из-за того, что кисть влажная, я могу создать очень четкую форму. И вот так вот я дальше потом эту четкую форму и продолжаю. Даже здесь вот можно еще выше подняться. И вот посмотрите, даже с моими новейшими веками вот этот оттенок сатиновый видно из-за того, что я его нанесла слегка выше, чем даже моя складка натуральная. Но когда глаза открыты, я смотрю вперед, кажется, что у меня просто больше века. На центр века я буду наносить тени от Makeup Guide, которые называются In The Spotlight. Буквально совсем слегка пальцем вот так вот их нанесу. В основном я это делаю для того, чтобы чуть-чуть этот оттенок сатиновый у меня стал теплее. Теперь самое время слегка поправить тушевку, чтобы этот оттенок у нас не был слишком вот такими вот с четкими границами. То есть мы совсем слегка его вот во внешних уголках растушуем с коричневым. Ну и какой же Новый год без блесток? Для того, чтобы заставить свои глаза еще больше сиять, я буду использовать слюду от Виппера в оттенке номер 103. Это слюда с золотым таким переливом. Для того, чтобы слюда хорошо нанеслась, опять-таки берем кисть. Я люблю больше здесь кисти из натурального ворса, а не синтетического. И снова их слегка сбрызгиваем спреем. Но спрей держим на расстоянии не меньше где-то сантиметров 30, для того, чтобы кисть ни в коем случае не была мокрой, а именно слегка-слегка просто ее сбрызнуть этим спреем. Набрали немножко слюды и теперь вот такими вот промакивающими движениями легкими наносим ее на всю ту зону, которую мы выстраивали в светлом оттенке. Все, с верхним веком пока мы закончили, теперь переходим к нижнему веку. Здесь я буду повторять те же коричневые оттенки, которые мы использовали на подвижном веке. То есть я взяла тот же светлый оттенок коричневого, который называется Изабелл. И прохожусь им практически до внутреннего уголка глаза. Начинаю делать смоки на нижнем веке. Теперь взяла более темный оттенок виолетта и наношу его буквально во внешний уголок, там, где верхняя века соприкасается с нижним веком. И вот так вот, как будто галочку такую мне нужно будет сейчас создать, то есть соединить в тушевке верхнее и нижнее века. Теперь основная форма в макияже у нас полностью готова. Единственное, что мне осталось, это во внутренний уголок что-то нанести. И я здесь буду использовать карандаш золотого оттенка, очень стойкий. У меня это от LYC и оттенок Day Trip. Слегка тоже прохожусь в ресничный край, ну, буквально немножко, то есть сильно много не нужно. И так же этот оттенок на водную линию я нанесла. Совсем слегка растушевываем на границе стыка вот этих оттенков двух. Во внешний уголок глаза мне хочется добавить немножко темного оттенка, но в то же время я не хочу делать стрелку. Поэтому я просто возьму карандаш темно-коричневого оттенка и слегка им вот так вот пройдусь во внешнем уголке глаза, но остановлюсь по центру века. Во внешнем уголке же сделаю немножко потолще линию и останавливаюсь там, где останавливается, собственно, века. И теперь с помощью маленькой кисти это подтушую, чтобы опять-таки не было каких-то жестких границ, а была больше такая, как дымка карандашная. Следующий шаг далеко не обязательный, но я хотела его вам показать, потому что мне кажется, это смотрится здесь достаточно интересно. Либо если вы захотите сделать макияж сугубо основываясь на этой технике, тоже вам это пригодится. Я буду делать подводку из глиттера во внутреннем уголке глаза. Для этого я очень тоненькую кисть для подводки окунаю в дюролайн и после этого окунаю в глиттер, набираю глиттер и начинаю делать подводку. Теперь все, что мне осталось делать, это только накрасить ресницы и наклеить накладные ресницы. И как только я это сделаю, сразу же вернусь к вам. На этом макияж глаз полностью закончен. Если вы хотите посмотреть, что я использовала на остальном лице, обязательно продолжайте смотреть. Макияж лица у меня сегодня достаточно стандартный. Именно поэтому я решила не затягивать видео, не показывать вам весь процесс макияжа от начала до конца. Я вам просто расскажу, какие продукты я сегодня использовала. Вдруг, если вам понравится, как они выглядят, вы потом сможете это тоже повторить. Но именно в плане техники нанесения макияжа на лицо или на губы ничего тут сверхъестественного нет. Поэтому, собственно, вам показываю такой укороченный вариант. На лице у меня сегодня тональная основа от L'Oreal True Match в оттенке 3N. Под глазами я использовала консилер от LA Girl Pro Conceal. Это оттенок Natural. Кстати, этот консилер тоже отлично работает, если нужно вытереть блестки, осыпавшиеся под глазами. Отличный просто вариант. Лицо не блестит после этого. А мы все знаем, насколько блестки в этом плане могут быть капризными, что потом просто вы будете как диско-шар. На бровях у меня карандаш от Colourpop в оттенке Blondie. Всю коррекцию лица я выполнила с помощью вот такого вот контурирующего диска от Gouche. Я здесь использовала как именно средство для контурирования матовое, так и бронзер. Средством для контурирования больше прошлась вот тут вот по внешней части лица, а вот по периметру уже прошлась бронзеру, и вот получился именно такой эффект, который вы видите. Румяна я сегодня использовала свои самые любимые, а именно румяна от Milani в оттенке Luminosa. Если вы не смотрели фавориты года, то обязательно посмотрите, там еще много рекомендаций, но если смотрели, знайте, что эти румяна я очень люблю. В качестве хайлайтера у меня сегодня палетка от Sleek, и я использовала вот этот запеченный персиковый оттенок. На губах мне хотелось сделать что-то такое ньют-ньют, потому что глаза, хотя достаточно выразительные, но все равно вот в такой вот спокойной нюдовой гамме, поэтому я выбрала два продукта, которые, как мне кажется, хорошо подчеркивают то, что у меня на глазах. Первое я сделала контур с помощью карандаша от Gouache, это оттенок Nugget 11, и потом заполнила все губы помадой от Colourpop, Lipi Stix и оттенок это Cookie. Ну вот и все, надеюсь, этот макияж вам понравился, возможно, вы даже захотите повторить его в новогоднюю ночь. Обязательно поставьте палец вверх, если так и было, подписывайтесь на мой канал, чтобы в будущем не пропускать мои видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Пока!